Добрый день, меня зовут Гагарина Юлия, я химик. И сегодня мы с вами будем говорить об аппаратных методиках и новых сыворотках MC Lab, которые помогут углубить и расширить действия этих методиков. Начинаем мы с клеточного уровня. Когда мы работаем с косметикой, мы в принципе надеемся, что какие-то активные вещества из нее будут проникать внутрь кожи. Но у нас с вами есть одна загвоздка. Вся косметика, которая существует на рынке во всем мире, она сделана, ну точнее закон ее заставляет делать так, чтобы она оставалась на поверхностном уровне, на уровне стратум корниум. И получается, когда мы с вами хотим достучаться до небес, достучаться глубже, то мы немножечко нарушаем законы. Потому для того, чтобы быть и красивым, и умным, законы во всем мире немножечко корректируют. Делают так, чтобы активные ингредиенты, которые могут представлять какую-то ценность для нас, но и в то же время имеют биологические, ну какие-то побочные эффекты, они у нас были очень подконтрольными. Ну скажем так, мы их проверяли на безопасность. Потому что, по сути, для того, чтобы засунуть что-нибудь глубоко в кожу, у нас есть всего три пути. Первый, самый простой, это через волосяной фолликул. Если мы хотим проникнуть куда-то глубоко, то это лучше всего, это такая широкая дорога, транспортная артерия. Второй путь, он сложный, потому что не все просачивается, это между клеточками. Межцеллюлярная у нас транспортная система. И есть еще более сложный путь, это когда мы идем через саму клетку. Просочиться, пройти клеточную мембрану могут далеко не все активные ингредиенты, их буквально считанные группы, которые проникают. На сегодня фармацевтика и химия придумали, как обходить и допускать себе еще четвертый путь. Когда делают молекулы, сразу их упаковывают, и на мембрану вот этой упакованной системы наносят специальные такие, как ключ-замок транспортные штуки, которые будут говорить, вот ты иди туда-то и присоединяйся к определенной клетке. Это инновации, которые появились совершенно недавно. Когда мы говорим с вами о косметических ингредиентах, которые будут идти первыми, чаще всего, первыми тремя путями, мы должны с вами учитывать, что они должны быть достаточными, скажем так, легкими. Ну это первая штука, которую всегда учитываем. Молекула должна быть маленькая, 500 дольтон ее должен быть, молекулярный вес. Если я худенькая, то я смогу просочиться межклеточными пространствами. Второе. Это очень важная вещь, потому что быть мелким не всегда достаточно. Надо быть еще и жирорастворимым, для того, чтобы уметь просочиться через липидные слои. Вот это масло-растворимость, липидосоприродность, она нужна для того, чтобы через кожу не ходили, как через проходной двор, все, кому не попадя. По сути, это наша такая защита от воздушного всего грязного, что у нас есть в окружающей среде. И еще одна важная характеристика. Молекула, которая идет, она должна быть определенного характера, веса и активности. Полярность у нее должна быть. Потому что если ты не активный, ты пассивный, такой худенький, легенький, но ты лежишь мертвым грузом, то ты, к сожалению, так и останешься лежать на поверхности кожи. Надо быть с определенным зарядом химическим, с полярностью. Не все вещества удовлетворяют этим всем правилам. Если вы посмотрите сейчас на таблицу, которую я показываю, то вы увидите такую парадоксальную вещь. Например, коллаген. Коллаген – это, вы посмотрите по молекулярному весу, большая тяжелая молекула. Она не может никуда пройти, она останется в стратум-корниуме, то есть вы ее, грубо говоря, можете исчезать. Но даже если молекула легкая, ну, например, кофеин, 194 дольтона у нее вес, кофеин должен куда-то глубоко просачиваться. Тем более, что мы надеемся, что он будет расщеплять адипоциты и будет нас делать стройнее. Но, увы, вот посмотрите еще одну характеристику, коэффициент липофильности. Там отрицательное значение, а должно быть больше единички. Потому кофеин, специально неупакованный, он и будет лежать на поверхности еще такими кристаллами царапучими, которые будут царапать попу, но при этом не будет расщеплять нам лишний жир. Только при совпадении легкий вес и липофильность, ну, вот, например, когда мы говорим с вами о линолевой кислоте, или ретиноле, или же, допустим, о коэнзиме Q10, то тогда мы с вами говорим о том, что что-то будет проникать в глубину. Не все то, что легкое, еще раз подчеркну, не все то, что легкое, оно проникает. Когда мы с вами смотрим на определенные ингредиенты, мы всегда должны учитывать, во что, как глубоко они уходят. С точки зрения химии это очень важно, потому что чем глубже ты идешь, тем ты потенциально можешь раздражать и давать побочные эффекты. Например, ты можешь обладать цитотоксичностью и убивать живые клетки. Ты надеешься разгладить морщины, а вещество будет токсичным. Если вы посмотрите на эти графики, то вы увидите, что даже в условиях упаковки в липосомы и кофеин, и гептопептиды, они уходят, не проникают через базальную мембрану. Они все остаются на уровне эпидермиса. Далее, когда мы с вами говорили еще о такой страшной штуке, как полярность, эта характеристика нужна для того, чтобы понять. Вот у меня есть растение, условная аромашка или зеленый чай. И в зависимости от того, чем я из нее буду извлекать активные ингредиенты, ну, например, водой заварили чашку чая, это уже экстракт, это уже биологически активное вещество, и вода будет вытягивать какие-то нужные для нас молекулы. Но полярность, вот если вы будете смотреть, полярность воды, она хорошая, она нужная, но при этом она недостаточно для нас выражена, скажем, для того, чтобы забрать все активные ингредиенты. Если вы посмотрите на вот эту таблицу, то вы увидите, что вода забирает, вот табличка, которая говорит, вот сколько активов могут быть в растении. Могут быть белки, жиры, углеводы, полифенолы и так далее. Вода заберет только небольшую часть того, что у нас есть. И это, как правило, водорастворимое. Но у нас остаются очень важные гормоноподобные вещества, у нас есть жироподобные вещества, полифенолы. Вода это не берет. Зато берут такие растворители, как спирт или же углекислый газ. На сегодняшний день экстракция, карбоновая экстракция, СО2-экстракция, это такая классная инновационная вещь, хотя технологий уже лет 20, но в рамках технической революции считайте, что это было буквально вчера. Так вот, этот растворитель помогает из растения добывать практически все, что есть в самом растении, кроме воды. Изначально технологию придумывали для того, чтобы взять из растения максимально много, использовать это в фармацевтике. Это технология, которая пришла к нам с фармрынка. На этой картинке я хотела показать о том, что если вы будете использовать разные растворители, разные экстрагирующие вещества, вы будете получать разный состав, молекулярный состав активных компонентов. Тут добывали, получается, из марихуаны, из конопли, добывали активные ингредиенты. И в ряде случаев получаем, когда используем какие-то растворители, например, спирт, то мы получаем побочные эффекты. Например, мы получаем вещества, которые могут раздражать, потому что они растворяются хорошо в спирте, и спирт тянет их больше всего. И когда мы с вами будем использовать СО2-экстракцию, то мы с вами будем получать растение в полном объеме, в нативном состоянии. То есть со всеми его, знаете, вот эта система противовесов, когда есть и плюс, и минус его нейтрализующие. Так вот, СО2-экстракция помогает извлечь из растения все, при этом добиться максимально мягкого эффекта, который будут оказывать эти экстракты. Как это выглядит? Берут большую чан, на самом деле, большую такую кастрюльку, тут маленький кусочек того, как это выглядит, добавляют туда траву, ну, допустим, сухую, какую-то ромашку, запускают углекислый газ, который, когда ему создают нетерпимые для него условия, немножко повышают давление, и он становится в этот момент как жидкость, это псевдожидкость, создают для него критические условия. Так вот, эта псевдожидкость из растения вытаскивает максимально много всего, и единственный минус – вода уходит, потому что вода тоже превращается в газ под действием давления. Потом поворачивают краник, газ, СО2, улетает, ну, при этом его улавливают, это ценная вещь, его потом опять будут конденсировать, собирать и использовать в системе. Вода улетает, вода нам не нужна, она будет как гидролата, это отдельная будет история. А сцеживают в экстрактоприемник, сцеживают готовый экстракт, который напоминает свежескачанный мед. Вот какое растение, такой вот по сути будет цвет готовой жидкости. Ромашка будет пахнуть ромашкой, календула – календулой, шалфей – шалфеем, в общем, все имеет свой природный цвет, аромат и буквально даже вкус. Так как это очень концентрированные вещи, то их используют в очень маленьком проценте. Если сравнить способы экстракции, почему это вообще делали? Потому что благодаря СО2 экстракции можно этот экстракт считать очень концентрированной формой растения, использовать его в малых дозах, добиваться высоких эффектов. Если посадить его на мальтодекстрин и еще в оболочечку облечить, то тогда вы получаете какие-нибудь вот такие фито-препараты, которыми вы будете лечить бронхолегочные, допустим, заболевания. Это изначально так, как делали. Получается в разы больше активность. Если вы сравниваете СО2 экстракты даже в небольших дозах с их обычными экстрактами, ну, с обычными экстрактами, добытыми обычными способами, то вы получаете активность в 3-4 на порядке раз больше. Пример. Вот это из жизни. У нас выпадение волос. У меня просто была возможность посравнивать различные экстракты, полученные разными способами. Репейное масло. Мы знаем о том, что оно должно помогать от выпадения волос, но на самом деле обычное репейное масло так не работает, потому что масляный экстракт это фактически пустышка. Если взяли спиртом из растения, выделили активы, то получается там какое-то количество активных веществ, которые будут препятствовать выпадению волос. Но если же из репейника делали СО2 экстракции, выделение, то тогда у нас получилось такой пул активных веществ, которые уже действительно можно использовать и говорить о том, что мы будем предотвращать выпадение волос, мы будем стимулировать рост новых. На слайде я специально не останавливаюсь, потому что у меня много всего интересного. Идем дальше. Если вы будете смотреть молекулярный вес веществ, в которые можно и вытащить, СО2 экстракции, то они все будут легкими, они все имеют вес меньше 500 дольтон, и второе, они маслорастворимы. То есть СО2 экстракты это та штука, которая позволяет хорошо проносить активные вещества и по фолликулярному типу, и межклеточному типу. Карбоновые экстракты получаются из-за этого веществами, которые работают не на поверхностном уровне, а на уровне эпидермиса, и некоторые молекулы работают на уровне дерми. На сегодня, приблизительно так это загружают, это если делать в большом объеме, но большое количество растений загружают анкеры, это большие технологии. СО2 экстракция. Карбоновая экстракция это самый продвинутый способ получения биологически активных веществ. И один из самых современных способов получения этих биологически активных веществ. Когда его разработали, это было такое ноу-хау, использовали фармацевты, при этом тихо пряча свою технологию. За 20 лет эта технология стала уже доступна для использования на косметическом рынке, и потому мы имеем возможность использовать это, зная все бэкграунд, зная фармацевтический, зная безопасность. Мы сегодня с вами говорим о пяти продуктах, которые выпускаются в MC Lab. Каждая сыворотка это такой особый состав, который направлен на решение конкретной проблемы. У нас есть СЕБА-контроль, у нас есть восстановление микроциркуляции, у нас есть быстрая регенерация, лифтинг и есть антиэйдж. Антиэйдж в таком глубоком понимании, в широком понимании этого слова. Что объединяет все эти пять продуктов? Там красной нитью идет такая вещь, как увлажнение. Если вы используете эти сыворотки с аппаратными методиками, вы повышаете эффективность проведения аппаратной процедуры. По одной простой причине. Когда я говорила, помните про полярность, вот там такая страшная была табличка, карбоновые сыворотки это очень высокая полярность, это высокая степень проникновения, плюс к этому высокий увлажняющий эффект. А когда кожа хорошо увлажнена, у нее, во-первых, проникновение повышается, то есть открываются транспортные пути, во-вторых, повышается ее емкость. То есть я могу не просто открыть ворота и что-то внести, а еще и внести в большом объеме. За счет того, что рецептуры сделаны со специальной водой, там мало минералов, а вы знаете, что пот и соль понижают проводимость кожи, получается, что сыворотки готовят кожу и убирают у нас возможные минералы, которые могли бы фонить и не давать возможности нормально проникать вглубь и работать методиком. С точки зрения регенерации, почему важно опять же это увлажнение через карбоновые сыворотки, потому что они помогают найти клеткам друг друга, они помогают им общаться за счет того, что стимулируется выработка трансмембранных белков, которые, ну вот это вот буквально сцепка, ключ, замок. Эти белки позволяют клеткам не жить каждой самостоятельной жизнью, а работать в одном направлении, идти в одном направлении. Если мы стимулили эти белки, то у нас повышается эффективность всех методик, которые мы применяем в данной косметической процедуре, неважно какой, то ли сиборегуляция, работа с актой, это может быть какая-то омолаживающая процедура. В любом случае клетки будут идти, слышать друг друга, идти в одном направлении. У нас с вами есть, когда я говорила про увлажнение, у нас с вами есть еще одна такая хитрость. Люди иногда думают, ну что же там, увлажнять же можно разными способами, например, там обычной водой умыться или термальной водой использовать, но этого мало. Просто вода одна сама по себе или же один увлажняющий ингредиент, они не работают. В природе все настроено на то, чтобы работать в паре, группами. Мы все выросли эволюционно, с бактериями, грибами, и они в нас оставили немножечко от себя. Немножечко, это приблизительно 55% нашего генома пришло к нам от бактерий, грибов, вирусов и всех простейших, которые были эволюционно с нами рядышком. Мы с вами ГМО, помесь с микроорганизмами. Так вот, эти микроорганизмы, они нам очень много дают для увлажнения, потому что они все вышли из океана, им надо было там выживать, и они накапливают эти увлажняющие вещи. Например, дрожжи нам отдали свою способность синтезировать гиалуроновую кислоту. Это к нам пришло от них. И некоторые бактерии нам отдают свою способность накапливать, например, карнитин или же другие метаболиты, которые нам дают увлажнение, или же аминокислоты. Когда разрабатывали MC-карбоновые сыворотки, использовали вот эти природные, ну, древние, я бы сказала это все-таки слово, древние способы увлажнения. Использовали такую молекулу, как тригалоза. Она входит во все сыворотки, которые сегодня мы вам представляем. Тригалоза в большом объеме есть вот в таком животном, милом, улыбающемся, которое называется тихоходка. Мне кажется, что когда, если планета будет погибать, вот когда говорят, выживут тараканы, нет, тараканы, может быть, у них будут явно конкуренты. Это будет тихоходка. По латыни она звучит как Тардеграда. В рамках итальянской программы освоения космоса биологи посылали ее в открытый космос в буквальном смысле слова. На 30 минут контейнер был в открытом космосе, на него воздействовал вакуум, соответственно, была радиация. И вот эти маленькие тихоходочки, они уменьшились, они вымерзли буквально, уменьшились в размере и потеряли, у них осталось 3% массы. То есть, в принципе, практически ничего. Но когда их вернули обратно, дали им воды, дали им питание, 91% особей восстановился. Причем не просто восстановился, а способен был давать потомство. Как им удается выживать в открытом космосе? Как они это могут? За счет того, что у них есть такой специфический сахар, который называется тригалоза. И у них там есть еще специальные ферменты, антиоксиданты. Тригалоза – это сахар, который позволяет обволакивать каждую клеточку таким, как стеклянным коконом. И не дает возможности разрушать генетический аппарат клетки. Это самое главное, самое ценное в ней. Это такой сахарный скафандр. Если вы используете препараты с тригалозой под какие-то разогревающие процедуры, например, RF-лифтинг, то вы будете давать защиту нашим клеточным мембранам от того, чтобы они у нас не разрушались, если вдруг где-то будет перегрев. Следующая штука. Тригалоза – это сверхувлажнитель. Когда вы его добавляете, он держит влагу очень хорошо и мощно. Когда вы его добавляете вместе с гиалуроновой кислотой или с глицерином, то их увлажняющая способность возрастает в десятки раз. Тригалоза – это такой волшебный ингредиент, который делает увлажнители сверхувлажнителями. Кроме этого, она защищает наши естественные антиоксиданты, витамин Е, которые есть в коже, для любого города, особенно миллионника. Расход витамина Е на поверхности идет совершенно безумно. Это вышло в грязную атмосферу. И смог УФА-лучи начинает убивать наш естественный витамин А. По данным науки, в грязной атмосфере города или же в помещении, которое плохо проветривается, в нем накапливаются токсины. Так вот, с поверхности убирается витамина Е почти 90%. Когда убрали ваш естественный антиоксидант, соответственно, вы начинаете быстрее изнашиваться. Особенно, если вы работаете в косметическом кабинете, которое плохо проветривается. Вы еще палите свечечки для того, чтобы вашим клиентам было приятно и хорошо, и для них создавалась такая атмосфера расслабления. Но вот эти продукты горения, которые выделяются, они убивают ваши естественные антиоксиданты. То есть в косметическом кабинете самая страдающая женщина – это вы, когда вы там все время находитесь и работаете. Надо защищать саму себя. Как это делают? С помощью тригалоза, которая будет защищать ваш витамин Е и не будет давать окисляться скволену, который тоже у нас есть в наших липидах. Тригалоза получается такая универсальная палочка-выручалочка. Ее потому используют фармацевты для того, чтобы добавлять стабильность молекулам, которые, возможно, быстро будут окисляться. Очень часто ее поэтому добавляют в капсулы с витамином С. Тригалозу на сегодняшний день выпускает японский концерн Heishibara. И это такой основной поставщик в мире. Это их технология, которую они запретентовали еще 60 лет назад. И тригалоза, которая тут используется, она, соответственно, привезена из Японии. Я уже сказала про увлажнение. Тригалоза – это у нас такой базовый увлажняющий ингредиент, который помогает защищать, увлажнять и добавлять активность всем увлажняющим вещам, которые у нас есть в составе, тоже гиалуроновой кислоте. Потому препараты с гиалуроновой кислотой будут работать намного эффективнее. Еще одна интересная штука, которую используем – это ДМАЕ. Совершенно наша, родное, любимая, единственная проблема – донести вглубь. Потому что молекула очень реактивная и, к сожалению, сложно сохранять. В данном контексте использовали технологию упаковывания ДМАЕ, для того, чтобы она в специальной системе доставки проникала как можно глубже и, соответственно, там работала на разглаживание морщин. Особенно это хорошо работает тогда, когда у нас есть в составе еще гиалуроновая кислота. Получается эффект разглаживания намного глубже, намного лучше. Далее. Еще одна интересная вещь, которая на разглаживание морщин работает – это полулан. Полулан у нас синтезирован из бактерий. Это полисахарид, который на коже дает такую механическую пленочку, которая будет давать хороший лифтинг. Полулан сравнивали, насколько быстро виден лифтингующий эффект. За 30 минут у нас идет хорошая выраженная подтяжка. Подтяжка комфортная, потому что ты просто чувствуешь, что лицо под ним, ткани как бы собираются, группируются, но это нет эффекта такого натяжения жесткой пленки, у тебя сохраняется мимика. Эффект быстрый, проявляется за 30 минут, и он сохраняется дальше, если смотрите на график. 60 минут, но по-прежнему эффект есть. Далее эта пленочка будет у вас находиться на лице еще как минимум 3-4 часа. В зависимости от того, насколько мы активно двигаемся, насколько активное потоотделение. То есть полулан нам помогает усилить и проявить эффекты Дмая. Дмая работает на длинную дистанцию, а полулан работает на немедленный результат. Когда говорим о полулане, еще надо учитывать то, что он у нас и защитник. Он защищает витамины, входящие в состав, дает им возможность не окисляться, дольше держать формулу активной, даже просто для того, чтобы формула сохранилась весь свой срок действия. Также он защищает образование от того, чтобы продукт не разрушался, в нем не появлялись плесень и грибки. Еще одна важная вещь, которую мы используем, это биоплацента, которая состоит не просто из факторов роста, которые стимулируют у нас клеточную регенерацию и обновление, но туда добавлены еще витамин С и бациллус фермент. Это такая вещь, выращенная на сое, растет бактерия, бациллус, которая перерабатывает сою и в себе накапливает витамины группы В плюс накапливает микроэлементы. За счет того, что это такой полный пул, получается у нас есть факторы роста, бациллус фермент несет в себе витамины группы В и В9, много, плюс В3, В12 и несет в себе кальций. У нас с вами происходит такая очень важная вещь. Если кожа возрастная, она теряет в себе, ну естественным путем она теряет в себе кальций. В зимний период, когда у нас нехватка витамина Д, мы тоже теряем кальций. И если мы восстановим его количество хотя бы на поверхности кожи, у нас с вами будет меняться градиент движения всех микроэлементов и будет идти эффект глубокого увлажняющего и минерализирующего действия. Это очень хорошо для сухой кожи, кожи, у которой по какой-то причине были какие-то повреждения возрастной кожи. Получается, что у нас факторы роста комбинируются с теми веществами, которые их дополняют и создают условия для их лучшей работы. Плюс витамин С, который лежит в стабильной форме как дополняющий фактор. Вот мне иногда говорят о том, что зачем витамин С на поверхности кожи. Вот поверьте, если вы будете смотреть, сколько должно быть витамина С в разных слоях, большая его часть должна находиться на самой поверхности. Просто потому, что это антиоксидант, который защищает, вот у его линии обороны держать вот тут границу. В глубине он абсолютно не нужен, потому что в глубине его должно быть мало в естественной форме. Если вы витамин С засунете где-то на уровень базальной мембраны, он будет проявлять свои прооксидантные свойства. Это будет как бы действие наоборот. Не защита, а нападение. Потому поддержание количества витамина С на поверхности это тоже очень важная вещь для того, чтобы с одной стороны защищаться и дать возможность факторам роста поработать, с другой стороны будет идти осветляющий эффект. Кожа, которая светлая, витамин С у нас делает легкое осветление. Кожа, которая светлая, она трактуется всегда как более молодая. Мы просто визуально ее считаем более молодой. Получается, что у нас с вами, когда в препараты биоплаценты, с плацентой наносите вы на лицо, идет эффект, который буквально виден в течение быстрого времени, в течение часов. Тут проводили тесты, как этот весь синергетический пул работает. И вы обратите внимание, что чем больше, ну то есть даже двукратное нанесение плаценты на лицо, позволяет хорошо стимулировать клеточное деление, клетки восстанавливаются, и соответственно идет хорошая регенерация. Далее, компания любит экстремальные условия, экстремальные среды, и выделяет, по сути, в своей работе много таких редких вещей, которые редки для природы и вообще для косметики. Используется эктаин. Эктаин – это низкомолекулярное соединение, очень легенькое, 142 дольтона. Просачиваемся в глубину, и у него место работы, именно нижние слои эпидермиса. Эктаин – это такой, это компонент, который нашли изначально в бактериях в пустыне. Он выделяется в бактериями для того, чтобы защищаться, лучше защищаться от воздействия солнца. Он защищает клеточные мембраны, уменьшает воспаление, и самое важное, защищает от ультрафиолета А. То есть везде, где есть эктаин, это всегда защита от фотостарения. Защищать от УВА лучей могут далеко не все соединения. И когда мы находим такое соединение, которое еще и безопасно для кожи, это всегда для нас, ну, большая для химиков, большая радость. Важная вещь – защищает митохондриальную ДНК. Эктаин в каждой клетке у нас есть два пакета ДНК – митохондриальная и наша клеточная. Причем митохондриальная ДНК рулит всей клеткой. Митохондрия – это остатки древних бактерий, которые мы просто в себе носим, как эволюционную часть. И если вдруг по какой-то причине повреждается митохондрия, то вся клетка будет умирать, как бы мы ее не защищали. То есть митохондрия – это первое, что нам надо всегда иметь в виду, когда мы хотим построить глубокий регенеративный или защитный эффект. В данном случае мы с вами имеем за счет эктаина такое вот объемное действие. Мы уменьшаем митохондриальное старение, уменьшаем его факторы. Мы защищаем иммунную систему, потому что эктаин – это поддержка для наших клеток Лангенгарса. Если мы с вами говорим о клетках Лангенгарса, тогда мы с вами сразу должны говорить о том, что все проблемы, которые могут быть связаны с иммунной системой, они все – это наша точка приложения. Атопические дерматиты, любые проявления розации, псориаза – это везде точка приложения эктаина. Кроме этого, он уменьшает шероховатость и сухость кожи. За 4 недели мы уменьшаем проявление сухости на 70%. Для людей с атопическим дерматитом это просто великолепная спасательная функция. В условиях зимы также препараты с эктаином – это то, что мы будем давать для того, чтобы усиливать защитное действие. Как он работает? Почему вообще это происходит? Потому что я уже рассказывала про треголозу, которая обволакивает клетки и делает такую защитную скафандр. Эктаин тоже так же работает, только у него немножечко другой способ. Он притягивает к себе молекулы воды и строит вокруг клеточной мембраны такой водный кокон. Получается, что у нас клетка находится в водном пуле, и у нас запускается хорошая, правильная работа натрий-калиевого насоса. Вода качается из клетки в клетку, убираем токсины изнутри, выводим их. То есть везде, где есть эктаин, мы имеем защитное и детоксикационное действие. Замечательная вещь, в которой используется глицериновая кислота. Она – это производная солодки. Вся азиатская косметика считает must have иметь у себя в составе глицериновую кислоту в той или иной форме или производной солодки. Почему? Потому что, с одной стороны, высокая активность, доказанная активность. Снимаем воспаление моментально, уменьшаем проявление аллергических реакций, уменьшаем чувствительность белков к нашим сахарам. То есть это реакция гликации останавливается. У вас будут сладкие ешки. У всех есть сладкие. Даже я сладкая ешка. А вот этот тип старения, когда у нас коллагеновые и эластиновые шивки благодаря сахару образовываются. Это же тяжело решать. В данном случае глицериновая кислота, когда вы вводите в антиэч терапию, она просто предотвращает для сладкоежек появление дополнительных морщин. Если мы с вами смотрим на проблемную кожу, это уменьшение ее чувствительности и воспаления. Кроме этого, при акне глицериновая кислота помогает нормализовать соотношение микроорганизмов... Ну, у нас пропионовые бактерии, вот сразу хочу сказать, пропионовые бактерии, на сегодня наука сказала так, они хорошие. Это наша норма флора. Не надо их полностью убирать. Надо их просто приструнить. И глицериновая кислота делает их менее выраженными, их меньше. Соответственно, уходит проявление воспалительных реакций. Ну, проингибирует апоптос фибробластов, это такое глобально. Я предотвращаю смерть, соответственно, продлеваю жизнь и усиливаю вот этот срок молодости для нашей кожи. Если вы посмотрите, как работает глицериновая кислота на коже, это многогранно. Тут выделены всего несколько моментов. Первое, это уменьшение сухости, второе, это насколько хорошо очищается кожа от воспалительных элементов. То есть получается у нас одним продуктом, одним ингредиентом мы решаем много задач. Сейчас я буду переходить к таким, ну, от продукта, от нашего, от сывороток, перейду немножко опять в химию и опять вернусь к продуктам. Как понимать, работающий продукт или нет? Вот нельзя научить, даже если вас будут, ну, вы пойдете на курс, вам будут обещать, 60 часов я вас научу читать этикетку. Увы, невозможно научить даже специалиста хорошего с опытом читать этикетку, так как читает ее химик. По одной простой причине. Есть много всяких но. это комбинируется с этим и тогда получаем это, а это если с этим, то получаем то. Этому учат годами. Увы, это сразу запихнуть в голову человека не получается. Но есть вещи, которые можно просто знать, что будет мешать сыворотку, мешать косметике проявлять свои свойства хорошие или же наоборот будет ее делать нерабочей. Это консерванты. Если вы посмотрите сейчас на научные работы, которые за последние 2-3 года появляются, то мы знаем о такой штуке, как микробиом кожи. Мы с вами живем, ну вот на нашу каждую клетку, живет клетка или две микроорганизмов. Это бактерии. Причем тут не учитывают еще вирусы, грибы и все так далее. Если мы с вами будем делать плохо нашим микроорганизмам, они будут мстить нам и делать плохо нам. Они в нас прошиты везде. На поверхности кожи они не только находятся, они находятся везде во всем нашем организме. Они контактируют, живые микроорганизмы, контактируют и с адипоцитами. Они находятся в кровеносной системе. Более того, они есть в наших нейронах головного мозга. У нас нестерильная матка. То есть мы с вами, в принципе, это большой зоопарк из всех микроорганизмов. И консерванты, это первое, что делает им плохо. Потому что мы на сегодня знаем, что эти звери малые, этот зоопарк работает на нас. Часто выделяя для нас, допустим, чувство счастья, мы испытываем, потому что в нашем кишечнике радуются бактерии. 90% серотонина выделяется в нашем кишечнике. Если вы будете плохо кушать, им будет плохо, они будут выделять много, мало серотонина, вы будете чувствовать себя несчастным человеком. Они для нас синтезируют молекулы группы B. На поверхности кожи, мы на сегодняшний день знаем, что они нам синтезируют наши антиоксиданты. Пропионовые бактерии выделяют фермент-антиоксидант, который по своей активности более крут, чем витамин С. И каждый раз, когда вы проходитесь по лицу триклозаном или какими-то антисептическими препаратами, которые убивают пропионовые бактерии, вы ломаете свою антиоксидантную систему. Потому ломать нельзя, надо просто поддерживать. Пропионовые бактерии надо держать в узде. Исходя из этих знаний, ну, это я еще не рассказала про то, что стафилококкопидермальный нам дает собственную ОФ-защиту и защищает от меланомы. Консерванты, которые есть в косметике, в первую очередь направлены на то, чтобы в баночке крем хранился хорошо, но наносясь на кожу, они будут убивать и нашу естественную микрофлору. Потому чем жестче консервант, тем плохо, тем хуже нашей микрофлоре. На сегодня у нас есть такой индекс риска сенсибилизации, который выстроен по определенным группам консервантам. Чем меньше индекс, тем меньше риск. То есть эти вещества будут для нас дружественны, для нашей микрофлоры. Если вы обратите внимание, есть штуки, которые вообще за какой индекс имеют. И вот, как правило, на вот этот весь пул идут аллергические реакции. Люди могут не знать, на что у них аллергия, но это будет на какой-то метилхлортиезоленон или на бронопол. Легко и просто. Вот этот консервант метилхлортиезоленон в Европейском Союзе внесли в запрет для использования внесмываемых препаратов. То есть крем, молочко, тоник нельзя делать с этим консервантом, потому что он дает очень высокий процент сенсибилизации. Обратите внимание, как это красиво смотрит, ну, красиво в кавычках, как это красиво смотрится на коже. Можно использовать его в мыле, но и то нежелательно. Европейское законодательство говорит, пока можно, не убирайте, но все-таки, если убирайте. Есть еще такие штуки, как доноры формальдегида. Вот все, что вы видите вниз, идет по списку, это доноры формальдегида. Вот все эти вещества желательно не использовать для препаратов по уходу за кожей каждый день. Подчеркиваю, каждый день. Если вы вдруг взяли, нанесли в маске, ну, условно, один раз в 300 лет, ничего тяжелого не произойдет для вашей микрофлоры, она восстановится через день, через два. Но если это делать систематически, продукт будет калечить микробиом кожи, а соответственно микробиом кожи будет мстить нам, увеличивая для нас проблемы. Например, вот эти консерванты, и бронопол, и мочевина, диезоний, денил, мочевина будут вызывать обезвоживание, потому что они убирают наш естественный стафилококк, стафилококк эпидермальный, и когда его нет, у нас кожа обезвоженная, это просто завязывает сложные механизмы, я их сейчас на пальцах не буду объяснять. Просто поверьте, что мы тогда будем обезвожены. Ложи туда гиалуроновую кислоту, не ложи, результата не будет. То есть, если вы хотите, чтобы продукт работал, выбирайте, чтобы там не было вот этих консервантов, или процедуры были хороши для людей с чувствительной кожей, убирайте эти консерванты из вашей программы ухода. Далее, вот этот бронопол, если вы вдруг используете продукты для умывания, в которых есть вот этот ингредиент, как амиде, это производная из кокоса, которая дает пену. В различных гелях для умывания, в пенке для умывания он входит. И если вы после этого что-то наносите, допустим, маску с этим бронополом, то в результате будет сочетание, которое будет выделять нитрозамины, это канцерогены. Как этого избежать? Обычно производители, когда они знают, что такое может быть, они дружат, делают свою линейку так, чтобы никто ни с кем не конфликтовал. Но если вы берете умывание одной торговой марки, уход маски третьей, четвертой, пятой торговой марки, у вас могут быть конфликты. Потому, чтобы их избежать, обычно вам любая торговая марка говорит, пользуйся только мной, потому что я уже все прошла от плюсы и минусы, вот я знаю, что у меня все будет хорошо. Когда мы говорим о серии MC Lab, в данном случае там нету никаких дополнительных балластных веществ, которые могут вступать в конфликт с другими ингредиентами потенциально, которые могут быть в ваших умывательных продуктах из других торговых марок. Далее. Когда вы смотрите на баночки, не ленитесь, обращайте внимание, вот видите, эти консерванты, они сложно подчиненные, обычно мы их глазами плохо читаем, но просто запомните, метилтиоизоленон, метилхлортиоизоленон, они выглядят вот как-то так, стоят где-то в конце, могут быть в середине списка, но вот этот крем, который он есть на рынке Украины, его запретили для Европейского Союза, но он встречается у нас, потому для рынка Украины эти консерванты пока не под запретом, торговые марки еще пока торгуют профессионально этими продуктами, хотя это не есть хорошо, то есть доторговывают то, что из Европы уже убрали, доторговывают на этом рынке, потому что он еще пока юридически не защищен, это еще разрешает. Следующая штука, что еще к нам приходит? Изобутил парабен, вот это продукт солнцезащитный с американского рынка, американцы его не убрали у себя, Европейский Союз запретил его использовать еще в 2015 году. Парабены сами по себе это хорошие консерванты, они у нас есть в природе, мы их едим давно-давно, клюква, клубника и все прочее они содержат короткоцепочные парабены, но вот этот длинноцепочный изобутил парабен, он плохой, он аллерген и соответственно его использовать не рекомендуют, отслеживайте это на этикетках. Цитримониум хлорид это тоже та вещь, которая может вам вызывать побочные эффекты, иногда делают для масок быстро, для препаратов быстрого действия, когда мне надо снести защитный слой для того, чтобы внести туда допустим какие-то протеины, белки или еще что-нибудь, но цитримониум хлорид накапливаясь на коже вызывает дикую аллергию, потому желательно, чтобы в косметических средствах для кожи это не применялось, хотя есть марки, которые это используют опять же. Тут у нас, если вы посмотрите на составы сывороток, вы увидите, что они относятся к современному такому новому требованию и течению, которое называется чистая этикетка. То есть мы, когда делают состав с минимальным количеством химических ингредиентов, убираем все балластное, все, что может быть, убираем красители, убираем синтетические улучшители текстуры, вязкости и вообще вот всякого такого, убираются силиконы и в результате у вас получается состав, в котором достаточное содержание активных веществ, плюс это все упаковано в какую-то систему доставки с зелеными консервантами. Сейчас я покажу, какие бывают у нас консерванты, которые хорошие, потому что о плохих я много рассказала, о хороших мало. Это альтернативное консервирование, оно все пришло к нам из растительной, по сути, из природы, из растительной среды. Каприлил гликоли это производная растительного спирта, который есть в кукурузе. Анисовая кислота вообще к нам пришла из парфюмерии. Бензиловый спирт это из эфирных масел. Есть производные бактерии, это когда мертвые бактерии убивают живые бактерии. Это вообще очень интересные вещи. В составе МСЛАП используется принцип консерванты, которые приходят из эфирных масел и их используют парфюмерии, плюс натуральные кислоты, которые к нам приходят опять же из растений. Это такая зеленая система консервации. Строго говоря, по европейским законам это даже не консерванты, это просто вещества мультифункционального действия. То есть в принципе эту систему можно было бы назвать без консервантов. Но Европа это не рекомендует, потому что это будет для потребителя вводить его в заблуждение, говорить ему, что хотя на самом деле там же есть вещества, которые сдерживают рост бактерий, так чего ж вы, не надо так тогда говорить. По составам, когда вы будете смотреть, вы будете видеть, что они прекрасно перекликаются и дополняют друг друга. То есть можно использовать одну сыворотку в работе, можно выстраивать каскадную систему, когда одна сыворотка дополняет действия другой сыворотки. В регенерирующие у нас сыворотки входит эктеин высокой дозе, потому в принципе вот эту регенерирующую сыворотку я бы ее рекомендовала просто использовать как базовую везде, во всех процедурах ухода. При этом у производителя, у марки есть четкая направленность, ну вот там при таких-то таких-то направлениях. Но я вижу это как универсальный инструмент, который можно использовать в принципе при решении любой проблемы. Есть противовоспалительное мощное действие за счет глицеризиновой кислоты и еще протеинов пшеницы плюс аминокислоты, которые лизин и серин, которые уменьшают воспаление. Когда у нас кожа снята воспаление, то все процедуры, включая разглаживание бутылоподобными какими-то веществами, они будут иметь более выраженное действие. На спокойную кожу все работает лучше, в том числе и мезотерапия. спокойная кожа это означает клетки не отбиваются от того, чтобы вот тут я пожар тушу, у меня тут воспаление, и тут вы от меня хотите, чтобы я что-то стимулировала, что-то разглаживала и делала. Нет, давайте я сначала потушу пожар, а потом вы от меня чего-то добьетесь. В данном случае регенерирующая сыворотка это у вас будет та штука, которая будет снимать воспалительные реакции и будет убирать такое новое слово есть инфломейджинг старение из-за воспаления. Мы стареем, потому что у нас есть вялотекущие воспалительные процессы. Когда кожа спокойная, она меньше стареет. Плюс к этому регенерирующая сыворотка у вас будет готовить кожу ко всем травматическим процедурам, включая пилинги. Мы сейчас заходим в этот период и соответственно надо кожу клиента готовить. Если она не готова, то к сожалению она будет плохо и переносить пробиотиком. Она подкармливает. Вот помните у меня была таблица где кто какие увлажнители были. Триголоза подкармливает хорошие бактерии. Кормит нашу нормофлору. Микроорганизмы восстанавливаются. Они готовы будут перенести последующий стресс во все ружи. Грубо говоря мы их закалили. Потому для всех травматичных процедур, которые будут сейчас проходить, особенно перед Новым годом, это как раз таки будет замечательная вещь. Все сыворотки которые вы будете иметь в своем кабинете в работе они все имеют быстрый выраженный эффект. За счет чего? Потому что получены активные ингредиенты методом СО2 карбоновой экстракции. Это позволяло вытащить молекулы маленькие меньше чем 500 дольтон. Они в высокой дозе и соответственно это дает вот такую сумасшедшую активность. Далее для того чтобы система на альтернативных консервантах на растительных консервантах она была живая чтобы продукт не испортился он должен быть кислым. Тут слабокислый паш. Считается что если если у нас на коже косметика все время слабокислая это создает условия для размножения своих хороших микроорганизмов для поддержания своей микрофлоры и не будет давать возможности развиваться патогенам тому же золотистому стафилококку то есть вот эти слабокислые сыворотки это то что будет хорошо предотвращать развитие золотистого стафилокока и не будет давать возможность тем же атопикам чувствовать в себе обострение дальше нету спирта это принципиально важно потому что многие растительные консерванты они дополняются часто этиловым спиртом вот этим C2H5OH 2 часа на пару это то что мы пьем в данном случае спирт не используется это хорошо делает возможным применение для чувствительной кожи не нарушает защитный барьер про зеленые консерванты я сказала про чувствительность и реактивность я уже объяснила почему сбалансированный ионный состав именно потому что это хорошо увлажняющее это первое создает возможность хорошо проводимость создавать второе все вещества полярны соответственно они и способны проникать и повышать эффективность аппаратных методик когда вы будете их использовать в комплексе аппарат и сыворотка вы будете добиваться лучших результатов чем если бы вы использовали просто сыворотку и просто аппарат они просто усиливают проникновение они дают возможность расширять вот эти наши ворота проникновения делать их более широкими пробки расчистили грубо говоря у нас дорога стала свободнее я готова ответить на ваши вопросы если они есть наверное нету вопросов если они будут появляться буду готова отвечать уже в какой-то письменной форме пишите организаторам всегда с удовольствием отвечать готова в любое время единственное прошу прощения за то что где-то сбивалась для меня это такой новый для меня опыт вебинаров потому я немножечко чувствую себя не в своей тарелке была рада сегодня с вами провести это утро Гагарина Юля всем хорошего рабочего дня спасибо спасибо спасибо